Сами выезжаете, здесь полный кузов лежит и надо закрыть от дождя колесо, видно что такое. А оно во что-то упирается, Игорь. Лопнуло. А оно во что-то упирается. Слышит? Не даёт. А что там? Вот как хлебушек достаётся. Сколько ездили и сейчас колесо оказалось без камеры. Такое. И теперь только ехать куда-то покупать. КамАЗ. О, да, вот ослабляем. О, нет. О, теперь хорошо. О, да. И сам себя тут. Всё заранее надо было знать, что будет. О, да. О, да. О, да. Четыре ряда. Три берёзовых, один тополёвый посередине. Я уже посмотрел. И вот закрывает. И вот дальше мы, где Дашья, доехали до КамАЗа. Так вот, сломано видно колесо. И теперь я хочу свою дорогу заснять. Ну, слава Богу. В сторону потеряет, не поехали. Уже три с половиной часа, я не верю. Одна мог не выйти отсюда. Не выйти. Тут и закончится. Даже не знаешь, в какую сторону идти. Здесь, наверное, в машине не возьмётся. Вот смотрите на дорогу, какая она здесь. Далеко просто. Берём оприём. Берём, и тем более не возьмём. Далеко. Это лесополоса, а тут что-то растёт, не поймёшь. А слева что поле? Казачья станица. А там что-то растёт? Село Шарчино. Овёс. Овёс, я так и сказал, овёс. Овёс с пшеницей вместе. Они уже третий год сеют вот такую вот бурдо и не убирают урожай. Не получается. Смотри, как поворот идёт. Поворот мы поворачиваем сейчас на запад. Практически так. Солнце уже высоко. По тени, смотрите, где тени. Я хочу всю дорогу заснять, чтобы люди увидели, как это достаётся всё. КамАЗ сам теперь принимает. Тот в складе, тот заметил. Вот эта дорога на урывку пошла, вот вправо. Куда она пошла, вон та дорога? Урывка. На урывке? Да, урывка туда. Ого. А вот которые вокруг объезжали, напропалую по мостикам вам ехать не ближе? На этой-то машине? Ну, на этой мы ближе, да. А туда-то мы ехали, он говорит, километров 15 это. Ну, я на этой по мостикам ехала. Далёко объезжает. Ох, ох, ох. Ну, вот видите, как она дорога крутит, смотрите, вот поворачивает. Поехали сделать колесо. Ещё километров 10 осталось. Да, нет, колесо сейчас не пойдёт. Я специально показать, как этот хлеб достаётся. Снять, может быть, они подойдут. И резина вместе с дисками. Вот хозяйство. А как это проверить? Ну, диски же мы везём. Ну, вот я на садку даю. Это вот для показа солнца теперь ведёт к западу. Это всё-таки 11 сентября 2023 года. Эта вот аварию, ваша Игоря Александровича, и за ней приехала жена Игоря Анатольевна. А то я совсем там никуда выйти не могу. Никого нету, какую сторону. Ну, солнце есть, я бы по солнцу определил, какую сторону. А то сегодня постный день, ещё не завтракал, уже 5 вечера. И сапоги-то рваные, и колени-то больные, я бы не вышел отсюда. Весополосы. Я не могу найти, сколько. Кто найдёт, мне бы сообщили. Сколько посажено деревьев по всей стране. Это когда пыльные бури были после поднятия целины. Да. Где она? Вот. Вот это что? Вот она, да. У тебя об неё и продавали. Наверное, програнили. Вот теперь пошли, они смотрели, что там, как. Потому что сзади там этот прицеп, туда колёса свалили. Нашли причину. Вполне вероятно, что на дороге торчало. Из-за чего порвали колесо? Маленько поранило, а сейчас нагрузился, и оно порвалось. Так это что такое? В дороге вот так торчало. Я понял так. Ну а что это такое? Железка. Какая-то железка. Ну не умышленно это. Время. Нет, нет. Мы в прошлом году ехали, там уже прям подъезжать Камагорихи-то. И из земли торчит кинжал прямо. Ну пошли они искать, а я начал копать, копать там ножом. И оказалось, диск, которым насыпали, он оторвался на диск. И засыпанный. А теперь-то осела земля, осела и всё. Ну что там, я вырвал его. Куда девать так? Муравейнику отдал. Ну вот и ребята ездили. Сохранить его, другим показать. Вот так же. Вот такая вторая, третья. Он вертикально стоял? Да. Вот так стоял. Ужасно. Это все колёса можно. Ну верующие молились. Тут что-то ещё, кроме того, что мы видим. От чего-то Господь большего избавил. И выбрасывая его где-то там, дома, сохранить. Сколько раз туда-сюда съездили, не обратили внимание, а я только поехал. Ай, подымай. Я езжу на велосипеде. Другой дорогой поедем. Каждый раз железки оттуда достаю. То болт, то горит какой-то. Один раз, помнишь, я ездил трактором, вырывал полиломик. То есть вы проехали с тяжестью машины? Её выдёргивает земля. А вы Ивана Мельчакова знали? Да. Ну он больше всех убирал. Они сделали вот, который идет, гусеница соединяет. Железяку-то. Привязали её к кукурузе, кукурузу убирали. Ну что, барабан, что там было? То есть такие пакости творили. То есть соли насыпят. Он отремонтирует и всё равно на первом месте окажется. Он в этом вопросе был неутомимый. А это чьё поле? Нет. Это фермер из сурывок. Я не знаю их. А у них что, она поспела? Убирают-то. Тоже валит. Свал, валит. Вы же сказали нам ничего не валить. На свал. Убирать только напрямую. Ну да. Если возможности-то нету другой, то опоздали. Это надо раньше высушить. А завтра обещают дождь, говорят. Господи, помилуй, посиди. И чтобы чужой человек там не на пакости. Ангел-хранитель, помоги. Недолго приеду. И это где-то, и не это. Мы не справились. А вот будешь. Так, у меня тут кончается. Больше не может. Сейчас кончится. Ожатку я белорусом смочу. И я через час приеду. Пары, называется. А здесь пшеницы, видать. Ну, можно сказать, в сторону у рыбки. Вон машина наперёд идёт. Ого. Закрой тогда. Закрой. Пылить. Ну, ладно. Ну, я дозваниваюсь. Терентию не могу дозванивать. Вот так. Мы там все вместе. Ерёме. Пары. Здесь опять же. Ну, тут такая. В один-два ряда. В лесополосах. Мы сейчас поднимаемся. У меня кончаются тут заряды. Вон как. Круглая земля. Здесь вот. Высоковольтная. Там видно. А еще только молиться. Если больше, да еще тут не сделаешь. Да. Я замечаю. Так это что, уже на Потеряевку? Да. Тут намного короче. А тут вот Потеряевка написано. Чуть-чуть, тормозненько я его сниму, пролетели. Ну и все, что тут говорить дальше-то, дальше уже все понятно. Тут и бы я дошел до дому. Да все равно, в таких сапогах не дошли бы. Ой-ой-ой, вот, эх ты журналист, косолапый, а вот впереди вот уже потеряется, видать, все, аллилуйя, ну что тут говорит, вот сейчас будет второй мостик, ну там все, видать, я выключаю. Спасибо. Спасибо.